Соседи. Начнём с главной международной новости. Александр Лукашенко накануне заявил о закрытии границы с Литвой и Польшей. Однако литовские власти заверили, что пока не получили никакого официального письма о закрытии границ с белорусской стороны. Как сказала министра внутренних дел Литвы Рита Тамашунине, транспорт переправляется через границу без проблем. Эту информацию подтвердил и руководитель службы охраны госграницы Литвы Рустамас Любаевас. Напомним о решении закрыть границу с Литвой и Польшей. Лукашенко сказал накануне вечером на женском форуме. Он также пообещал направить половину своей армии к западным границам страны. Для тех, кто за рулём. С начала этого года, благодаря мобильным измерителям скорости, так называемым треногам, в Клайпиде было зафиксировано более 11 тысяч нарушений скоростного режима. По словам представительницы Клайпидского комиссариата Андромеды Грауслени, антирекорд принадлежит мотоциклисту, который по улице Геркоус-Манто ехал со скоростью 170 км в час. Отмечается, что улица Манто является одной из самых популярных у нарушителей. Только здесь с начала года радары зафиксировали 5546 лихачей. Вторым в антирейтинге является проспект Тайкос 2798 случаев и Балтийский проспект 2681, случай превышения скорости. Тем временем, глава дорожной полиции Клайпидского округа Миндоугас Джеремейка заявил, что мобильные радары себя оправдали. С появлением так называемых треног водители стали себя вести более ответственно и, зная о возможных рейдах, стараются соблюдать скоростной режим. В Клайпиде завершаются строительные работы на горке Йонаса. Об этом пишет портал от Вераклэпида на русском языке. Городские власти сообщили, что ремонтники вышли на финишную прямую. На участке, расположенном около реки Данге, появились новые объекты, места для отдыха и новые пространства. В ходе масштабной реконструкции больше всего изменился облик пространств около центра културосфабрикас. Здесь оборудовали площадку с террасами, пешеходный фонтан, трибуну, две детские площадки, тренажеры для желающих позаниматься спортом, а также мост, ведущий к горке Йонаса. Кроме всего прочего, на этой территории отныне действует беспроводной интернет. Будущее. Хорошие новости для велосипедистов, путешествующих по Куршской косе. Дирекция автомобильных дорог Литвы, в ведении которой находятся велодорожки, обещает провести серьезную реконструкцию. Участок длиной более 30 километров планируется реконструировать в течение нескольких лет. Ожидается, что осенью следующего года должен быть подготовлен проект, проведен конкурс по выбору подрядчика, а затем начнется сама реконструкция. Она должна пройти в три этапа, примерно по 10 километров велодорожки каждый год. Таким образом, если не появятся проволочки, в 2024 году велосипедисты смогут пользоваться абсолютно новой велодорожкой на Куршской косе. Об этом заявил представитель дирекции автомобильных дорог Литвы Айварас Вильгялис. Природоохранники Литвы задержали троих мужчин, которые незаконно убили детеныша косули. Это произошло в конце августа, однако стало известно о происшествии только сейчас. Суд вынес приговор, охотники должны будут заплатить штраф в размере 3500 евро, а также у них будет конфискован автомобиль Митсубиши Паджеро, на котором они отправились на незаконную охоту. Клайпеда готовится к традиционному параду судов. Праздник в этом году был перенесен на сентябрь из-за пандемии коронавируса. Главной изюминкой фестиваля является непосредственно парад, который состоится в акватории в субботу с 20 до 21.